Микс Ньюс. Здравствуйте, еще раз доброе утро всем, кто присоединился к Волне 93.9, радио Болтком, Олег Пеков в студии. И начинается программа «Добро пожаловаться». И в нашей студии ее ведущий, председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир Сергея Сидорко. Доброе утро. Доброе. Добрый день уже. И, конечно, сама погода уже подсказывает тему нашей встречи. Это тема подключения к отоплению, но вот нас пугает, уже тут и пресса пишет о том, что общий долг лежан за теплоэнергию составляет более 2,5 миллионов евро. И штрафные санкции Рига Силдумс растут по 0,2% ежедневно. То есть эта сумма долго увеличивается. У некоторых домов накопились долги и по 14 тысяч евро. У кого-то там 12, 9, 8 тысяч. И грозят, что эти дома осенью могут остаться без тепла. Вот насколько реальны такие угрозы и что творится с этим вопросом? Ну, давайте скажем так. Один раз уже в Риге была такая ситуация. Это был, я сейчас могу ошибиться, год, где-то после 2007 года, 2009, 2010 год, когда ряд домов, которые управлялись частными компаниями, правда, такими как Майя Сервис КСА была компания, были еще компании, просто были отключены от отопления до тех пор, пока собственники квартир не согласились заплатить накопленные долги. Такое было и вполне вероятно, что такое повторится. Единственное, я хочу сказать, что, по-моему, позавчера я видел в прессе выступление мэра, и он сказал, что это не будет допущена ситуация, что дома-должники не будут подключены. Единственное, что он говорил, это вместе с, ну, возможно, он имел в виду дома Рига с новым паровниксом, что будет с теми домами, которые ушли в самостоятельное плавание, там это небольшие кооперативы и бедрибы, и что будет с домами, которые управляются частными компаниями, где есть большие долги, это вопрос достаточно серьезный. То есть, получается, чем меньше компания, тем ей сложнее, ну, вот эти проблемы решать, долгов? Ну, отчасти, отчасти. Дело в том, что все-таки, как бы мы ни говорили, если мы говорим о такой компании, как «Вегас» на «Паровникс», эта компания имеет какую-то политическую поддержку со стороны Веческой Думы, и там, возможно, такие какие-то другие решения, скажем, не всегда экономические или не вполне экономические. А вот что будет с этими компаниями, которых очень легко задавить, это вопрос серьезный, потому что, на самом деле, вот эти большие долги за домами, как правило, это долги, как мы уже с вами неоднократно обсуждали, это долги накопленные. То есть, вполне возможно, что часть из этих долгов взыскивать не с кого. То есть, возможно, выполнены все судебные действия, возможно, у людей есть, у управляющих компаний, исполнительные листы, а дальше это относится к кризису, который был в 2008 году, скажем, в 2007-2008 году, и это с того времени висящие долги, и что с ними делать, особенно с условием того, что на них сейчас накручиваются штрафные санкции. Это очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Это вопрос последствий того ипотечного кризиса, который был. Но может ли быть так, что это долги каких-то, ну, нескольких человек в доме, например, там у одного 7 тысяч, у другого 7 тысяч, всего на дом повешено там 14 тысяч, а может пострадать весь дом и придется, ну, что получается, вносить эти деньги за? По нашему законодательству, да. Что бы кто вам ни говорил, я повторюсь еще раз, должны совершенно четко, любой, кто придет из политиков и скажет, что нет, наше законодательство не такое, что мы не отвечаем за соседа, то пускай он объяснит. Все договора заключены от имени общности, значит, отвечает коллективно общность. А то, что там происходит внутри общества, ну, разбирайтесь сами между собой, грубо говоря. И здесь совершенно четко нужно понимать, что если дойдет до критической точки, да, и вас отключат отопление, скорее всего, у вас будет очень простой выбор. Или вы без отопления, или вы соглашаетесь на погашение. Но, когда мы говорим об этих вот там миллионах или тысячах, надо помнить, что это только долг Силтумсу. А еще есть долг, наверняка в такой ситуации и Рига Суденцу, есть долг и самой управляющей компании и так далее. То есть, там долгов достаточно приличная сумма. Хотя Рига Силтумс это самый весомый долг. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, вопросы отопления, программа «Добро пожаловаться». Ваши вопросы Сергею Сидорко вы можете задавать. Так, сейчас попробуем. Здравствуйте, доброе утро. Нет, вопроса нету. Что-то сорвался звонок. Но в любом случае вы можете звонить. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Но ситуация, вот вы говорили, что повторяется, а каким образом она была решена тогда, в период после кризиса, там, 9-10 год? То есть, действительно ли дома стояли всю зиму без отопления? Или как-то была решена ситуация? Нет, тогда ситуация была решена, причем при инициативе частного бизнеса. Насколько мне помнится, большинство домов переняли частные компании, опять-таки, из одних рук в другие. И при этом они брали на себя обязательства, и собственники квартиры брали на себя обязательства, и компании, что они подписываются под тем, что этот долг будет погашен, передвигаясь с Силтамсом. Силтамс давала отстрочку, и собственники квартиры в течение оговоренного периода платили дополнительную плату и погашали эти долги. Без того, чтобы не было ни одного случая, когда долги простили. Это совершенно точно. То есть, люди уже заплатили. Так, у нас еще звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я извиняюсь, что, наверное, вопрос у меня будет к господину Сидорку не такой, как вы озвучили по поводу отопления, но связанного с подоснабжением. Я могу его задать? Да, конечно. Вопрос такой. Вот у нас кооператив «Юбилейный». На выходные дни почему-то у нас случилась авария снабжения, и там, где у нас кухня, туалеты, полностью отсутствует вода. Я позвонил в кооператив, на что мне было отвечено. Мы знаем, что авария будем делать в понедельник. То есть, в выходные дни мы провели под ситуацией, которая называется ванища, кухня без воды и так далее, туалеты без воды. Но мы платим за каждый месяц ремонт и так далее, и так далее. Ответ кооператива был удручающий. Просто ждите в понедельник, и в выходные дни мы уже сидели без воды. Я прошу прощения, у вас два стояка в квартире? Два стояка, да. В ванной вода все-таки была, да? Была, да. Ну, там, где кухня, там, где надо готовить, бегать из туалетов, брать в воду другого стояка. Естественно, вопрос такой, зачем мы платим на ремонт, если нам говорят, ждите понедельник. Ну, что это за ответ? И у них есть аварийная служба, у них есть финансы какие-то. Вот меня интересует этот ответ, правильно ли они поступают, оставив дом без стояка, где необходимо. Я понял вопрос. Да, спасибо. Я могу только прокомментировать очень кратко, я не знаю, всех входящих, исходящих, но я могу сказать так. Во-первых, задача аварийной службы, чтобы никто не преувеличивал. Аварийная служба должна приехать и остановить угрозу. Должна, ну, вот в ситуации такой, что если что-то случилось на стояке водоснабжения, задача аварийной службы в первую очередь взять и перекрыть кран. Это ее задача, за это ей платятся деньги. Если в процессе этого, ну, выясняется, что там, ну, часто бывает так, что сначала восстанавливаешь кран стояка, а потом выясняется, что просто прорыв внутри квартиры, еще один кран закрывается и восстанавливается водоснабжение, это в пределах, там, 10-15 минут аварийная служба может сделать. Она не должна и не обязана тут же заниматься там полной дефектацией, подготовкой, ремонтой. Да и не всегда это возможно, потому что, ну, не приедет аварийная служба с набором всех деталей и комплектующих для того, чтобы, ну, вот в любой ситуации, как попало, как угодно, какая ни было бы ситуации, они могли устранить. Это первое. Второе. В таких ситуациях, да, не знаю, какой был ответ, но мы тоже в своем кооперативе иногда практикуем просьбу людям все-таки смириться и подождать до понедельника, потому что вопрос не в том, что вы платите, а сколько вы платите. Когда вы говорите, должно быть немедленно, вы должны немножко соотносить это с тем, сколько это будет стоить немедленно. Организация ремонтных работ выходные дни, это связано с повышенными затратами. Это сверхурочные, это нужно найти людей, но это своя специфика, поэтому в данном случае я бы сказал так, да, это неудобство большое, но, с другой стороны, или там осуждать, или хвалить кого-то, я не берусь. На самом деле такое может быть, тем более в квартире вода все-таки была. Ну да, ну придется помыть посуду, принеся в тазики. Примерно, да вспомните, мы все. Колодцем ходили. Да, но в данной ситуации я хочу сказать, или тогда нужно платить, просто понимать, что за это придется удовольствие заплатить большие деньги, и не факт, что в выходные еще все это будет сделано. Ну у нас есть еще один звонок, здравствуйте, доброе утро. Доброе. Алло. Так, другой звонок, здравствуйте. Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них. И вот вместо того, чтобы открыть с той стороны подвал, чтобы чинить трубу, они сломали стену нам, РНПшники, ну аварийная бригада. Мы написали жалобу, они сказали, все так должно быть, все правильно. Что-то можно с этим делать, они имели право ломать стену, когда, извините, он мог попасть через другой вход. Ну, не прокомментирую никак, потому что неразможно понять, что там было, какая причина. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Это бесконечная проверка, ну просто удручает. У нас нет среди жильцов, у нас дом 30 квартир, и у нас нет претензий друг к другу, что у нас там что-то кто-то ворует или все. Мы не хотим это делать, мы можем как-то, как-то можно решить эту проблему. А вы видите проблему в том, что раз в четыре года надо проверять счетчики, в этом проблема? Ну, а зачем? Нет, дело на воду четыре. У нас счетчики на тепло стоят, у нас батареи по счетчикам, да? Да. И каждые два года, батареи работают шесть месяцев в году, и каждые два года нас заставляют проверять. В итоге, получается, каждые 12 месяцев работы мы должны проверять эти счетчики. Можем мы как-то, имеем мы право как-то у себя решить вопрос, чтобы нас не заставляла компания, обслуживающая это делать? Я полагаю, что да. А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что в принципе, принципы распределения счета поставщика между собственниками квартир, порядок и принципы, определяются либо правилами кабинета министров, либо решениями собственников квартир. В данном случае вам надо принять метод распределения, в котором вы, ну, каким-то образом вы говорите суммарную погрешность счетчиков. Она, возможно, будет. И в этом случае... Да, но у нас есть, но нет претензий. Но тогда вы можете, допустим, принять соответствующее обещание. Я очень грубым приближением говорю, но вы можете принять, что пока эта разница, погрешность не достигает, ну, скажем, грубо говоря, 20%, то поверка не нужна. Если больше, то тогда нужна поверка. Это можно принять... Да, потому что на самом деле ваши приборы не являются приборами коммерческого учета. Вы рассчитываетесь с поставщиком услуги по большому счетчику, а эти внутренние счетчики – это уже делители. Спасибо. И еще сразу звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по такому поводу, я живу в Юрмале, и у нас, ну, два раза в год, наверное, осенью и весной Силтумс вешает в подъездах, у нас многоквартирные дома, в подъездах долги по нашему дому. Не указано, кто, что, только сумма долгов, в том числе штрафы или пенни, как называется, да. Если бы мы знали, да, дальше что, то управляющие организации, которые пообслужены, тоже так же, да, никому ничего. Вдруг квартира продается с аукциона, деньги все списываются, и мы должны платить часть расходов в обслуживании дома, жителей дома. Почему так поставлен вопрос? Я не понимаю, почему не говорят там те же, тот же Силтумс, что такие-то мы могли поговорить с этими людьми и так далее. Почему вот распределяют на весь дом эти все долги? До каких пор это будем мы платить за тех людей, которые, они живут там, или продается квартира с аукциона, и так же и по отоплению? Ну, пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Извините. Первое, сразу скажу, я не могу вам прокомментировать, почему такой закон принят, это задавайте, пожалуйста, вопрос депутатам Сейма. Я к законотворчеству и принятию законов отношения не имею. Если вы, по сути вашего вопроса, первое, Рига Силтумс и не знает, кто конкретно должен, потому что Рига Силтумс ведет учет по домовому счетчику, то есть он знает, сколько конкретный адрес, отдельный дом, сколько должен. Подробно расписание долгов известно домоуправлению. Вы можете ознакомиться с этим, для этого нужно специально пойти и попросить, чтобы вас ознакомили с соответствующим разделом. Дело дома, но политически оно звучит немножко по-другому, мая с лето, вот там есть раздел финансовый, в том числе там есть раздел должников. Но вы, когда будете ознакомливаться с этим разделом, вы должны подписаться о том, что вы ознакомлены с тем, что это персональные данные, и их, как там скажем, неправильное использование, либо распространение влечет за собой определенную ответственность. Это что касается информирования, то есть информацию вы получить можете, нужно просто обращаться и правильно обращаться. А второй вопрос относительно, почему долги уходят и, ну таков наш закон. Квартира уходит за долги или квартира продается, а должен остаться человек, который не платежеспособен. Да, пожалуйста. Сделайте тише радиоприемник. Доброго дня. Доброго дня, господин. Судорушка Татьяна. Я хотела задать вам вот один вопрос. По тому вопросу, когда была вот авария, да, там, человек, который сейчас звонил, суббота, воскресенье, все понятно. А у нас была в квартире на седьмом этаже, в общем, авария, а люди не жили. Уехали на 10 дней. И вот, а мы в рыбе с нами упали. Естественно, я не знаю, ну, аварийка отключила внизу, да, стояк у нас тоже два стояка, мы как бы не умерли, да, но 10-15 дней не было воды. Кухня, да, да, и первый там туалет, санузел. Скажите, пожалуйста, мы имели право претензии предъявить к оплате этого счета? Я, насколько понимаю, имели. Ну, это надо через суд делать или через... А в чем финансовый закоплате счета? Объясняю. У нас не было воды в стояке, и люди здесь, вчера 15, я не помню, дней, сидели без воды, это тазики, как вы говорите, носили, но не два дня выходных, а это было 10-15 дней где-то вот так. Но вы же за эту воду не платили? Нет, мы потом полностью заплатили за все. Нет, ну, конечно, по счетчикам не платили, ну, понятно, да, но из-за неудобства мы имеем право предъявлять претензии или нет? Вот это вопрос. Вот вопрос еще, у меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? Ну, естественно, мы могли к квартире, то есть к владельцам квартиры, да? Ну, к владельцам квартиры всегда в порядке гражданского законодательства может... Тогда только через суд, правильно? Ну, наверное, да, но эта проблема вообще имеет... Ну, я думаю, что вред ли там управляющая компания, как она может отвечать, ведь в законе написано очень четко, что в случае необходимости собственник обязан предоставить доступ. Ну, да, понятно. Нет, или суд, или у меня застрахована квартира, мне оплатили все это, да, а вот те, кто не застраховал, конечно, были проблемы. Ну, все понятно, спасибо большое. Спасибо, у нас, наверное, ну, вот последний звонок перед перерывом. Здравствуйте. Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Ну, у нас дом трехподъемленный, два тряса в хорошем состоянии. На третьем крюче там пару плиток отворилось, и условия поменять эти плитки на старые, поставить на место, ну, там, еще очень сильно растянуть, именно можно за целый день, не спеша, не торопать. Так вот, собрания по тем поводу не было, опроса жильцей тоже не было. Эти четыре крючка полностью нас смесли под ноль, вот, и исчезнут наши деньги. А сейчас это дело восстанавливают, если раньше допустим, передачи дома. То есть крючка были бетонные, они практически поставили 40 лет, два крючка было в нормальном состоянии. То есть сейчас это дело, извиняюсь, тяп-ляп, то есть при велите самой щебетку дологи, то он мешает, третийные замещалки-то все делает, какой марки, получается, бетон, неизвестно. Такой, вообще, проверка такое, такое действие со стороны паспортников, он больше-таки интересоватся, с мнением сердца, может, кому-то решили. Кто у нас обслуживание? Рисский паспортник, ну, это как центральное домоправление, как его. Вот, так вот, вопрос, да, даже на булья попасть, не входить. Что им надо делать, это надо иметь и крыльцо ремонтировать, которое в нормальном состоянии, может, какие-то другие, может, стояки, допустим, поменять, может, утеплить там какие-то, типа, сети в подвале, может, там еще какие-то ремонты, работы сделать. Я понял ваш вопрос. Спасибо. Пустые. Да. Ответим уже, наверное, мы после небольшой паузы. Продолжается программа «Добро пожаловаться». Напомню, председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии. Вот до ухода на рекламу прозвучал вопрос, и мы обещали, что ответим сразу после перерыва. Ну, сразу скажу, что на самом деле среднее состояние, ну, насколько я вижу, особенно в пятиэтажных домах, входных плит бетонных, оно достаточно плачевное и вызывает очень много вопросов, и может представлять опасность. Это первое. Второе. Дом управляется вигасном породных. Значит, все решения в доме относительно ремонтов и последовательности, и того, что будет делаться, осуществляются на основании правил Кабинета министров 408-х. Есть такие правила, принятые там, предусмотрено, что вигасном породник в конце каждого года публикует план ремонтных работ на следующий год, и дом должен ознакомиться с этим планом собственники квартиры, согласиться или нет. Ну, по всей видимости, уважаемый господин, который задавал вопрос, он в этот момент пропустил. Потому что там сказано совершенно четко, что инженеры оценивают состояние, представляют свой план ремонта, собственники либо соглашаются, и если, и либо возражают, но обязательно должно быть какое-то действие. По умолчанию это означает согласие. Если никто не пришел и не возразил против этих ремонтных работ, то они на следующий год включаются в план и являются все нормально в этом случае. Потому что на самом деле законодательство предусматривает, что вообще ничего не делать нельзя, или произвольно, хаотично двигаться. Поэтому ответ такой, пожалуйста, сейчас где-то после 15 октября будет опубликовано следующие планы вигасном породник, но ознакомьтесь с ними, да примите решение, хотите вы этого или нет, и что вы хотите вообще. Ну, принять решение нужно, я понимаю, на собрании жильцов, как раз его нужно... Предусмотрено в законном порядке, конечно. Ну и необходимо ли собираться сейчас вот с жильцам домов для подключения к отоплению и вообще решить вопрос, когда подключаться, потому что часто бывает много претензий, либо слишком рано подключились, еще тепло, или там слишком поздно, уже там холодно, в квартирах невозможно находиться. Ну, мы в своем кооперативе сегодня подключаем отопление. Мы сегодня подключаем, причем подключаем его в тестовом режиме. Я считаю, что такое вообще подключение заранее должно быть обязательно с точки зрения техники, потому что, несмотря на то, что мы держим ситуацию с отопительной системой под контролем круглый год, тем не менее, где-то может накопиться воздух, который выделяется, так или иначе есть растворенные газы, где-то могут быть какие-то пробки и так далее. Поэтому мы запускаем отопление пораньше, во-первых, чтобы иметь возможность проверить готовность, в том числе, и новой внутренней системы, и при необходимости произвести подладку. Это с одной стороны. С другой стороны, не надо забывать, что на домах стоит автоматика. Сейчас в Риге нет ни одного дома без автоматической системы, которая реагирует на наружную температуру. Мы просто ставим сейчас дома, будем ставить на пониженные режимы. То есть в доме отопление будет включаться в том случае, если температура на улице будет достигать порядка 5 градусов, а ночью может быть 5 градусов, а днем 80 градусов. Если она будет достигать, то в этом случае включается режим отопления. На самом деле это не полноценное отопление, это скорее мы подтапливаем. Тот критерий, о котором говорят, когда на улице средняя температура 3 дня подряд 8 градусов, это с очень далеких старых времен. Чем был вызван именно этот расчет, я не знаю, но, наверное, у него было свое время обоснование. На самом деле мы исходим из другого. Сейчас главный критерий по отоплению, это есть строительный норматив, многоквартирные жилые дома, и там сказано, что в жилом помещении не должно быть меньше 18 градусов. Ну и дальше возникает вопрос, как подключать отопление. Я бы не сказал, что 18 градусов это комфортная температура. Скорее всего, это порог вообще того, что человек может, ну как-то еще там, без особого утепления выдержать в квартире. Поэтому здесь весь вопрос к собственникам. А, собственно говоря, чего мы хотим? Мы хотим дождаться до того, когда эта температура упадет ниже 18 градусов и подключаться. Ведь здесь есть еще другая проблема. Сейчас начинается переходный период, уже ясно, что от зимы мы не убежим, но переходный период, когда температура на улице понижается, и в то же время очень часто будут дожди. Это означает, что здание начинает, оно из лета вот сейчас вышло сухим, то есть стены просохли, все просохло, и если сейчас температура стен будет понижаться, то она будет активно впитывать влагу. И чем больше впитывать влаги, тем больше она будет холоднее, эта стена. И, в общем, затягивание с подключением к отоплению, оно приведет только к обратному эффекту. Здание будет сырое, значит, оно будет очень активно терять тепло отопительное. Влага вряд ли пойдет наружу, она пойдет в квартире, то есть мы получим опять такой парниковый эффект бани, когда подключим запоздалое подключение отопления, это в квартире сырость, промозглость, и долго мы это все выгоняем. Поэтому мы у себя идем по другому пути. Как только погодные условия показывают на то, что уже близко к пора, мы подключаем отопление. Если есть какой-то дом, который очень хочет чего-то там сэкономить, пожалуйста, они пишут нам заявление, мы их останавливаем там отопление. Ну, не наоборот. А если в каком-то из домов жильцы хотели бы уже подключиться, их пока не подключают, что тогда нужно делать, какой механизм тогда, чтобы обратиться? Ну, это, вот понимаете, я за другие домы управления не могу ответить, там пишется в газетах, что надо подать заявление. То есть собрание, подписи и так далее. Я считаю, что это чисто технический вопрос. Если у меня лично в квартире будет 17,5 градусов, я могу показать это на градуснике, пожалуйста, я могу требовать, чтобы мне включили отопление. Это уже не соблюдение строительных нормативов, это не соблюдение гигиенических норм. У нас звонки. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, конечно. Я хотела спросить человека, который там у вас в гостях. Например, у нас был дом. Шесть приватизированных квартир, шесть неприватизированных. Рига с Бувалды начала, как бы, делать ремонт, да. И потом нам сказали, что через три месяца мы должны выбраться оттуда. Теперь я нахожусь, ну, не на Багумае, а на Аглоне, в социальном доме. Я хотела бы спросить, такое мне мысль, если бы до управления предупредила, я бы с этой квартирой не продала бы и вышла. А то я зашла в Ригу с домом и спросила, а вы будете за квартиру мне платить приватизированное? Выходить до 3 февраля, не, до 27 февраля мы должны уже быть выйти. А вы дадите мне комнату и деньги заплатите? Нет, платить не будем. У вас приватизированная квартира. И что мне делать теперь? А почему нас выселяют? Там капиталь? А вы можете подать, вот на белом леске подали, я написала. Меняю квартиру на эту социальную. Вот смысл моей просьбы. Надо было домоуправлению сообщить раньше, чтобы я могла что-то с приватизированной квартирой делать, а не под давлением отдать, потому что я старая, совершенно 180 лет. Я должна была бросить и со всем медалью, и со всем там, и новое купила, все в этой социалке. Ну, конечно, то, что я зарабатывала, то там осталось. Некому не перевезти, ничего. Ну вот, еще раз скажу, что я должна, нет, через какое время я должна была получить предупреждение о ремонте. Все. Ну, понятно. Я боюсь, что я не отвечу. Ситуация какая-то очень сложная. Я боюсь, что я могу только догадываться в этой ситуации. Скорее всего, дом был поставлен на капитальный ремонт с отселением жильцов. Но будет ли возврат, предусматривается ли возврат жильцов назад? Ситуация для меня какая-то непонятная. Я не берусь судить, я не знаю этих вопросов. А куда обращаться к человеку, действительно, если такая сложная спорная ситуация? Ну, в первую очередь, конечно, надо обращаться, если в их дом с майкой департаментом. Там, в виде санта майкой департамента, это первое. Второе, если не согласны, нужно к юристам. Потому что ситуация, ну, по телефону и не поймешь, и не ответишь. Тут немые вопросы, честно говоря. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы можете звонить, задавать вопросы Сергею Сидорко. И у меня вот был вопрос, все-таки, связанный все-таки с долгами. Вот, например, есть ли какой-то порог долга, за которым могут отключить? То есть, ну, вряд ли там, если долг составляет, не знаю, там, 100 евро, там, 50 евро будут отключать, ну, не подключать к отоплению. Вы знаете, трудно ответить, какой порог долга. То есть, в принципе, здесь вопрос принципиальный, долг есть или долга нет. Если долг есть, и тут дальше следует ответ наверняка от кредитора, стоит ответ о том, что дайте мне гарантию, что этот долг будет погашен, тогда мы будем с вами разговаривать дальше. Ну, чаще всего так происходит. Но там тоже не так все однозначно. Допустим, я могу опять из своей практики привести пример. У нас в кооперативе есть, конечно же, есть собственники квартир, которые прошли через процедуру банкротства. То есть, они в свое время попали в долговую яму, прошли в соответствии с законом процедуру банкротства, и закон об управлении жилым фондом, он предусматривает определенный порядок действий с такими людьми. – Здравствуйте. – Да, вот вы не ответили на мой вопрос. У нас три, два, трех. – Я ответил вам на ваш вопрос. У вас каждый год публикуется план ремонта. Пожалуйста, следите за этим планом. Ну, как не было, было. Он публикуется, если у вас РНП, то он публикуется на домашней страничке в интернете. Вы смотрели? – Нет. – Вот вы смотрели, но у вас… – Я не посмотрел. – Ну, вы не посмотрели, понимаете, дальше мы будем обсуждать как с вами вопрос. Я извиняюсь. – Вопрос заключается в том, что вот эти долги, которые появились и зафиксированы, и доказано, что после 4.15 января 2014 года человек стал банкротом, или произошел факт смерти, то есть это две вещи, которые законам признаются, что дальше взыскивать нечего. Ну, нечего и нечего. Все, что было, все списано, человек умер, опять-таки ты с него ничего не спросишь. В этой ситуации поставщикам трех принципиальных услуг в отделе водоканала и канализации Ригес Силтонса и вывоза мусора предписано по закону о выправлении жилым фондом соответствующую доле оставшегося долга списать. – Не списывают. Не списывают, причем преднамеренно не списывают, у меня принципиальный с ними спор, сумма небольшая, там по одному дому 600 евро, по другому там тысяча. Нет, не спишем. Куда мы только не обращались. Дошли уже и до Министерства экономики, который разъяснил, что закон предусматривает однозначную, что нужно списывать поставщикам солидарно. Естественно, там Домоуправление свою долю списывает, списывается то, что там человек был должен на ремонт выполненный. А вот Силтонс, Уденс и мусор должны списывать. Ригес Уденс списывает. Могут сделать комплимент, они совершенно четко придерживаются закона. А вот Ригес Силтонс до сих пор накручивает на эти суммы еще и штрафные проценты, прекрасно зная, что это за сумма. Вплоть до того, что, кроме того, что нам ответил Министерство экономики, нам ответил еще Совет по конкуренции. Причем Совет по конкуренции ответил скорее Силтонсу, чем нам. Нам прислали копии, а Ригес Силтонсу было присоединивано оригинальное письмо, в котором Совет по конкуренции совершенно четко сказал, что это использование доминирующего положения для того, чтобы произвольно трактовать законы. Что Ригес Силтонс обязан был списать. Но Ригес Силтонс как-то... До сих пор. До сих пор. И как-то он не собирается. Хотя прибыль у них возросла намного, тем более они опять-таки подняли цены. Но здесь я еще раз хочу сказать, что с долгами, сколько бы наша политическая власть не крутилась бы, один раз им придется принять принципиальное решение. Есть такие долги, с которыми нужно принимать решение. Это долги в основном до 2010 года, скажем так, где по большинству этих долгов есть исполнительные листы и больше ничего. Ни человека, ни денег. А когда ты там обращаешься, то я получил очень хороший комментарий от одного из ответственных работников Министерства и юстиции. Ну что вы, это же деньги. Ну да, формально это деньги, да, это лист. Но я говорю, так если деньги, давайте махнемся. Мы вам деньги, и вы нам деньги. Нет, на тебя смотрят как на глупого человека. Но люди уехали за границу или каким-то образом исчезли? То есть до них не добраться и эти долги? Понимаете, там масса вариантов. Может он уехал, а может он не уехал. А может его невозможно найти. То есть он, допустим, в той же Латвии с последнего места регистрации снялся, а на новом месте не зарегистрировался. То есть это не значит, что он бомж окончательный, но в принципе у него нет этого адреса. Масса вариантов. Более того, сейчас пошла практика, изменения произошли в законодательстве, и судебный исполнитель может отказаться работать с данным исполнительным листом. У меня уже есть практика такая, что судебный исполнитель берет к исполнению лист, смотрит, он этого человека в легкую не может нигде найти. И этот листик возвращается, ну сиди ты с ним, радуйся, смотри на него. А если человек прошел через процедуру банкротства, но проходит, ну предположим, лет 10, и в принципе у него финансовое положение улучшилось? Банкротство есть банкротство. То есть человек по предыдущим, по долгам на период, вот когда он там заявляется, что он там, ну есть определенный период, и вот все его обязательства после выполнения графика, там есть специальный график погашения, ну там своя процедура. После того, как суд признал, что он стал банкротом, все, что было до этого момента, с него списывается. То есть все, он больше никому не должен назад. Вперед, если он накопит, то он будет должен, а назад он уже никому после этого не должен. Считается, ну все, человек очистился. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Ваши вопросы Сергею Сидорко, председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир. Сегодня в программе «Добро пожаловаться». Мы говорим в том числе и о подключении к отоплению, и о том, что ряд домов рискует остаться без отопления. То есть там Дригос и Сейл Томс заявляют, что большие долги, там это касается как минимум 18 домов, а еще на очереди 103, у которых накоплены долги. Ну а пока вот мы принимаем ваши звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У меня не к Сидорко, конечно, претензия к латвийскому государству. Я за гласность, за то, чтобы должники, чтобы я имел право ткнуть ему в лоб, почему ты не платишь, вызвать его на собрание, потому что он влезает в мой карман, понимаете, и ничего нельзя сделать. Я сам был старшим по дому, под расписку давал, я не имел права сказать, кто у нас должники, мне на собрание спрашивали. Это просто безобразие. Ворует и прямо в карман влазит. Спасибо. Спасибо. Ну да, получается, вот как будто бы поощряются как раз-таки, ну не... Я был бы очень осторожен и с такими эмоциями, и с такими заявлениями, потому что иногда ты там в лоб, а там открывается дверь вместо лба, и там видишь, что там громадное человеческое горе. Такое тоже не исключено. Или какая-то ужасная болезнь, или какое-то происшествие, или еще что-то, и не всегда так можно однозначно осуждать людей. Бывают такие обстоятельства, которые... Поэтому я как администратор, допустим, в своем кооперативе, я не стараюсь узнать, почему человек должен. Мы стараемся с ним разобраться, как он может выйти из этой ситуации. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю. Я из меня... Это я хотела бы вот уточнить такой вопрос. У нас в доме, ну, как бы два стояка, и за подогрев воды берут, ну, двойную плату. Вот правильно ли это? Понятно. Чем в... Где один стояк? Я понял. Здесь вопрос немножко в другом. Когда мы говорим о подогреве воды, то имеется в виду, обычно, есть две вещи, которые связаны с горячей водой. Первая – это общая энергия, которая поступает в систему горячего водоснабжения. То есть эта энергия расходуется как на поддержание теплового баланса в стояке и вокруг него. То есть при циркуляционной системе трубы вода не потребляется никем, а тепло расходуется, потому что оно уходит через трубы, распространяется по помещению. Так и было задумано проектировщиками в свое время, потому что в помещениях повышенной влажности нужно было поддерживать круглый год, именно я подчеркиваю, круглый год, нужно было поддерживать температуру не меньше 24-25 градусов. Для этого были и полутенцесушители, для этого и были относительно незакрытые стояки, которые тоже излучали тепло и поддерживали необходимую температуру, в том числе и без отопления. Насколько правильно, если у вас в доме у всех квартир двойные стояки, ну какую бы сумму вы ни брали, она же отсчитывается от стоимости подогрева воды, то есть она не увеличивает ваш счет, она просто распределяется по-другому. То это, наверное, правильно. Если есть квартира с двумя и с одним стояком, то тут для меня вопрос. Но, в принципе, этот вопрос, вообще-то говоря, он либо регулируется правилами Кабинета Министров 524, где описаны все эти случаи, и там нету двух стояков, там есть только теплопотери на циркуляцию одни. Либо, ну там предусмотрено, что если там есть отклонение, то должно быть заключение энергоспециалиста. Он скажет, сколько фонят ваши эти трубы на стояке горячей воды, и тогда, если дом решит, чтобы вводить дополнительную плату за второй стояк, то тогда нужно, вообще-то, лучше всего иметь заключение энергоспециалиста, точнее, ну и раньше мы их называли энергоаудиторами. То есть он приходит, он считает тепловыделение этого стояка и скажет, сколько там потерь будет. Или вы можете принять на собрании одну из моделей, которая предлагается в 524-х правилах. Там их безумное количество вариантов. О, сорвался звонок, был звонок. Но у нас буквально вот осталось несколько минут. Тогда каким образом вот узнать, например, должен ли дом за теплоэнергию, не будет ли каких-то, ну неприятных сюрпризов с подключением? Ну, я думаю, что первый вариант – это обратиться в свое домоуправление, а второй вариант – это позвонить на информационный телефон Рига Силтумса или написать им письмо. Они обычно собственникам квартиры отвечают на все заданные вопросы. Ну что же, если у нас нету звонков, то, наверное, тогда будем завершать программу «Добро пожаловаться». Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко. Каждый понедельник с 10 до 11 утра вы можете звонить по телефону 67212-9399, 67213-9399, задавать вопросы, получать ответы, консультации. Спасибо большое и до новых встреч. Всего доброго.